МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь обычной семьи может оказаться интереснее и запутаннее книжных детективов. Семейные тайны и многолетние обиды, страстные романы и удивительная самоотверженность. Как найти выход из жизненных головоломок? Кто поможет женщинам, попавшим в сложную ситуацию? Ведь иногда их истории настолько драматичны, что могут показаться невероятными. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Александр? Юлия Пахомова – известная актриса. Она пришла к детективу втайне от всех своих знакомых и друзей. Она боится за свою жизнь и никому не доверяет. Я вас слушаю внимательно. Вы же детектив, да? Ну да. Меня зовут Юлия Пахомова. Это для меня большая честь, Юлия Владимировна. Вы знаете, я с удовольствием вам помогу. Чем могу служить? Знаете, кто-то хочет моей смерти. То есть на вас было совершено покушение? Нет. Но кто-то явно хочет, чтобы я перестала играть в театре. А для меня это равносильно смерти. Да отстань, Марина! Уйти от меня! А вы уверены, что каблук – это не случайность? Я знаю многих дам, у которых каблук ломался без всякого злого умысла. Уж поверьте мне, если бы я не была в этом уверена, я бы не пришла к вам. Кто-то явно хочет меня скомпрометировать перед зрителями и режиссером. Да где все? Куда все делись-то? Я не знаю. Насставили здесь придурки. Где все? Где реквизиты? Внезапно погасший свет, упавший трос от декораций и в итоге новая травма. И все это за короткий период времени. Таких случайностей не бывает. Согласен с вами, случай подозрительный. А вы не можете предположить, кому выгодны все эти несчастья? Комиссарова, конечно. Она спит и видит, как бы сместить меня из столичных антреприз. А вы не пробовали с ней поговорить, вывезти на чистую воду? Это не моя задача. Для этого я пришла к вам. То есть в полицию не обращались? Эти бездельники и пальцем не пошевелят, пока у них не появится труп. А я еще хочу пожить. Ну и потом мне не нужна огласка. Так что, если вы согласны заняться этим делом, то, пожалуйста, займитесь тихо и аккуратно. Я им займусь. Детектив произвел на меня хорошее впечатление. Тем более, у него были неплохие рекомендации. Я надеялась, что он очень скоро загонит комиссарова в угол, и все прояснится. Детектив отправился в театр. Он допросил режиссера и труппу антрепризы. Оставалось поговорить с главной виновницей бед Юлии Владимировны, Зоей Комиссаровой. Неужели актриса была готова навредить здоровью и даже жизни коллеги, чтобы получить роль? А вы кто? И что вам здесь надо? Я друг Юлии Владимировны. Жду ее. Александр. Зоя. Очень приятно. Взаимно. Зоя, вы не знаете, Юлия Владимировна говорила, что с ней в театре в последнее время происходят какие-то неприятности. Вы не знаете, почему? Мне каждый раз приходится заменять ее в ее спектаклях. И это ужасно. Мне летят все планы. Скорее бы закончилась эта ее черная волоса в жизни. Ну или прибили бы ее наконец, что ли. Да я шучу. Пусть живет хоть сто лет. А вас не было в театре, когда вдруг внезапно выключился свет, и Юлия подвернула ногу? Ну что, вы думаете, это я выключила свет, чтобы Юля упала? Думаете, я ей завидую? Зоя Комиссарова не смогла удержаться от признания, что лет 20 назад она завидовала Юлии. Ведь тогда Пахомова была известной и востребованной, снималась в кино, ее любили. Но сейчас, по словам Комиссаровой, Юлия была заурядной актрисой антрепризы каких тысячи. И с тех пор, как они развелись со своим мужем, кинорежиссером, ей все меньше и меньше хочется завидовать. Ну я просто так спрашиваю. Ну просто так? Спросите у Костика. Информация о том, что у Юлии Владимировны был молодой любовник, оказалась крайне важной для детектива. Это мог быть новый поворот в расследовании, но выяснить подробности Александру не удалось. Александр, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Взаимно. В отличие от некоторых, ваша радость взаимна. А я ухожу. Счастливо. До свидания. Ну теперь-то вы поняли, в каком террариуме я служу? Юлия Владимировна, мне кажется, вы предвзятая. Это вам так кажется. Ну так к делу. Мне сейчас некогда, у меня скоро спектакль, мне надо гримироваться. Что-нибудь вам удалось узнать? Я узнал, да, что каблук подпилен, трос явно оборвался не сам, на лицо умысел. Не знаю. Не уверен. Не уверен, что это ее рук дело. Юлия Владимировна, я ваше платье принесла. Добрый вечер. Здравствуйте. Пора переодеваться. Хорошо, Мариночка, я готова. Ну, вы можете остаться на спектакль, а потом мы договорим. Хорошо, не буду мешать. Истомин ждал Пахомову возле гримёрки. Спектакль начинался, она должна была выйти через несколько минут. Но тут раздался страшный крик. Юлия Владимировна, что с вами? О, боже. О, боже. Что это? Быстрее, аптечку. Юлия Владимировна, вы слышите меня? Очнитесь. На шатырь. Тут нет ничего. Быстрее. Юлия Владимировна не сразу пришла в себя. Но даже когда очнулась, вела себя странно. Я видела змею. Огромный жирный питон прямо мимо меня прополз. Откуда в нашей гримёрке питон? Сейчас опять пойду к зрителям. И буду извиняться. Надеюсь, ты понимаешь, что это уже второй срыв спектакля. За последние две недели. Да понимаю. Да. Юлия Владимировна, скажите, откуда в гримёрке питон? Не знаю я. Кто-то знал, что я боюсь змеи, подложил его сюда. А куда же он делся потом? Может, он ещё здесь? Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Мы всё это проверим. Скажите мне, Юлия Владимировна, что вы сегодня пили? Ничего особенного. Всё как обычно. Вода, кофе. Дайте мне, пожалуйста, мои капли. Они там стоят на столе. А что это за капли? Это сердечное. Я его каждый день пью. Я их возьму на экспертизу. Да я готова была поклясться, что я видела огромную змею. Я же не сумасшедшая. Детектив отдал лекарство на экспертизу и через несколько дней пригласил на встречу Юлию Владимировну. Ему было, что ей сказать. Да-да-да, слушаю внимательно. Но всё равно пришлите мне подробный анализ. Да, спасибо. Спасибо. Ну что ж, есть конкретные новости. Вода. Вне подозрения. А вот сердечные капли – это галлюциноген, который, накапливаясь в организме, вызывает галлюцинации. И я думаю, что змея – это плод вашего воображения. Но ведь я давно пью эти капли, и никогда ничего подобного не было. Скажите, а кто вам выписывает эти капли? Лев Маркович. Это мой старинный семейный врач. Он давно меня лечит. Он ничего не мог подмешать в капли. Вы сами ходите в аптеку? Что вы, мне некогда. Я всегда кого-то прошу. Вот в последнее время это делал Костик. За ними ходил. Костик? Да, это мой ученик. Мы с ним дружим. Я помогаю ему с актёрским мастерством, а он поддерживает меня, дарит мне вдохновение, хорошее настроение. Скажите, а могу я поговорить с вашим Костиком? Зачем? Вы что считаете, что это он мне подмешивает в капли что-то? Знаете что? Я начинаю сомневаться в вашем профессионализме. Думаю, что продолжать этот диалог не имеет смысла. Вы некомпетентны как профессионал, если намекаете на мою связь с Костей. Истомин позвонил своему старому знакомому юристу, который и рекомендовал его Пахомовой. Тот подтвердил факт составления завещания актрисы. Юрист поднял нужные бумаги. Да, Константин Литвин сначала был внесён в документ, но после Пахомова почему-то вычеркнула из документа всех. Всё имущество было завещано на благотворительность. Тем временем ситуация в театре продолжала обостряться, и теперь она совершенно вышла из-под контроля. Я её по судам затаскаю! Это что? Ну что это такое? Отстаньте от меня! Видите, что? Видите, что со мной сделали? Ведро с краской мне прямо на голову полетело. То есть ведро прямо на голову упало? Нет, голова не пострадала, потому что ведро было привязано. Но зато все вещи... Сердце... Вы видели того, кто уронил ведро? Да вы что? У меня потемнело в глазах просто. Я собрал всех рабочих. Они клянутся, что заперли всю краску после работы на ключ, подсобку. Да значит, был у кого-то доступ к этой подсобке ещё? Отменяю спектакль! Нет, дорогой, не надо. Звоню комиссаровой. Нет, я сыграю. Ты уверена? Уверена. Доктор, спасибо! Доктор, можно с вами поговорить? Я была рада, что после того, как я так резко поговорила с детективом, он всё-таки не бросил моего дела и пришёл. Истомину было важно пообщаться с доктором Юлией Владимировной и выяснить ситуацию с необычными лекарствами, которые он назначает. Доктор сказал, что ему известна недавняя история со змеёй. Скорее всего, это был галлюциногенный побочный эффект от сердечных капель. Юлия сама призналась ему, что сильно превысила дозировку лекарства. Из-за последних событий она много нервничала. Сразу после того случая доктор выписал ей другие капли. Первый раз она появилась у нас в клинике 25 лет назад где-то. Она была в положении, причём начальная стадия беременности. Она решила проверить себя, как пройдут роды, ну, сердце заодно проверить. То есть у Юлии Владимировны есть ребёнок? После той консультации она пропала из моего поля зрения на несколько лет. Оказывается, Пахомова была более чем скрытной особой. Судя по всему, в её жизни было больше тайн, чем могло показаться сначала. И эта история не была простой театральной интригой. Вернувшись к Юлии Владимировне, детектив застал её в прекрасном расположении духа. От краски на лице и страхов не осталось и следа. Я вас отпускаю. Вы уверены? Да, я уверена. Ну, тогда до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Александр. Константин мой ученик, Александр мой друг. Очень приятно. И мне. А вы слышали, что сегодня произошло? Что? Эта Комиссарова перешла уже все границы. То есть вы считаете, что это Зоя виновата? Ну, а кто ещё? Ну, кому ещё выгодно, чтобы Юлия не играла в спектакле? Ну, буквально на пару слов, Константин. Константин, не поймите меня неправильно. Я никого ни в чём не обвиняю. Просто собираю информацию. Скажите, какие отношения у вас с Юлией Владимировной? Так, она мой кумир. Она мой наставник ещё со времён театрального вуза. Я тоже актёр, и во многом это её заслуга. И всё. Истомин поинтересовался у Кости. Знает ли он что-то о завещании Пахомовой? Почему она сначала вписала его в документ, а потом вычеркнула? Константин ничего об этом не знал. Детективу показалось, что юноша был расстроен этой новостью. Картинка начала складываться. Детектив решил проследить за Константином. Истомин был уверен, что молодой человек и есть ключ к разгадке. И не ошибся. В одном из уединённых кафе Константин встретился с Эльдаром Пахомовым, бывшим мужем Юлии. Тот что-то передал Константину. После чего они расстались. На следующий день Истомин назначил Пахомову встречу. Эльдар Евгеньевич, добрый вечер. Кому как. Я Александр, я звонил вам. Да, я слушаю вас. Дело в том, что я здесь по поручению Юлии Владимировны, вашей бывшей жены. В последнее время с ней в театре происходят странные вещи, которые плохо влияют на её здоровье. Она, когда шла в актрисы, прекрасно знала, что такое актёрская среда. Это вам не клуб благородных девиц. Что же теперь она удивляется? Скажите, а вы не знаете, кто может желать зла Юлии Владимировне? Мы с Юлей очень давно не видимся. Она старается не пересекаться со мной по жизни. То есть у вас никаких дел совместных нет? Абсолютно. Зачем же вы встречались с её бывшим учеником? Каким учеником? Когда? Ну, я видел, как вы встречались с Константином, бывшим учеником Юлии Владимировны. И вы ему что-то передали. Вы что, за мной следили? Нет, я следил за Константином. Что вы можете о нём рассказать? Ничего. Он представился Иваном, сказал, что у него есть сведения, которые при огласке могут разрушить мою репутацию. Ну, а Юлю вообще довести до сердечного приступа. И вы поверили? Конечно. Я знаю, о чём он говорит. Это действительно серьёзно. Он штантажировал вас? Именно так это и называется. Я передал ему приличную сумму денег, а он обещал хранить нашу тайну. А вы не могли бы поделиться этой тайной со мной? Знаете, мне, пожалуй, пора. А последний вопрос. Скажите, а это имеет какое-то отношение к вашему ребёнку? Это не мой ребёнок. Счастливо оставаться. До свидания. Вы мне очень помогли. После встречи с бывшим мужем Юлией Владимировны детектив поспешил к ней. Разгадка была близка, но Истомин опоздал. А где Юлия Владимировна? А её увезли. На скорой. Из-за сердца. Она опять что-то страшное увидела в гримёрке. Вот теперь мне придётся работать. Всю ночь на комиссарову платье перешивать. Лев Маркович, а как себя чувствует Юлия Владимировна? Ага. А где она? Да. Да, еду. Хорошо. Ну что там? Она в частной клинике. Я к ней. До свидания. Детектив примчался в клинику. Ему надо было срочно поговорить с Пахомовой, пока череду неприятных событий ещё можно было остановить. Истомин нашёл её в кабинете врача. Лев Маркович – настоящий волшебник. Он и мёртвого поднимет. Видите, я уже живая. Только не спрашивайте, что случилось. Боюсь, мне опять станет плохо от воспоминаний. Здравствуйте, доктор. Добрый день. Юля, это лекарство нужно принять обязательно. Пожалуйста. Хорошо. Кстати, вот конфёточки вам просили передать. Мои любимые. Это, наверное, от Костика. Он знает, что я такие люблю. Минутку. А кто это принёс? Мальчишка какой-то, курьер, я думаю. Юлия Владимировна, до моего прихода я вас прошу. Ничего не ешьте. Я сейчас вернусь. Марина? Я думал, это Константин. Почему? Он мстит Юле, потому что он её сын. Вы правы. У Пахомова есть ребёнок, но не сын. А дочь. И это я. А Костя мне просто помогает. Так. То есть, Константин помогает свести в могилу вашу собственную мать? Почему? Марина рассказала, что когда ей было три года, её отдали в детский дом. Она не помнила своих родителей. Но когда в 18 лет, на выпускном в детском доме, я узнала от директора, кто мои настоящие родители, я чувствовала себя ужасно. С тех пор Марина мечтала отомстить матери. Она пошла учиться в театральный, но не на актрису, а на костюмер. После одного из студенческих спектаклей она познакомилась с Костей. Марина рассказала ему свою историю. Костя сказал, что поможет ей отомстить матери и отцу. Он стал общаться с Юлией, втёрся к ней в доверие. По-моему, она даже влюбилась в него, старая дура. Он узнал всё. Где она бывает, что ей нравится, чего она боится. И тогда мы придумали, как сделать так, чтобы её перестали приглашать на роль. Ведь для актрисы самое страшное – больше не выходить на сцену. Но я не знала, что у неё больное сердце, честно. И я не хотела, чтобы она оказалась при смерти. Поэтому я приехала сюда убедиться, что она жива. А что в конфетах? Обычные конфеты. Я подумал, вы решили добить Юлию Владимировну. И подсыпли туда яду. Нет. А что меня ждёт? Тюрьма? Не знаю. Это будет решать сама Юлия Владимировна. Пойдёмте. Юлия Владимировна, у меня к вам гости. Проходи, Марин. А что здесь делает Марина? Садись. Сейчас Марина сама вам всё расскажет. Угостим Марину конфеткой? Конечно. Я должен был проверить. Доктор, давайте оставим их наедине. Да, конечно. Марина призналась в том, что сделала. Юля очень рассердилась и пригрозила полиции. Но узнав, что Марина её дочь, не смогла сдержать слёз. Актриса рассказала, что её бывший муж уговорил сдать девочку в детский дом. Он считал, что ребёнок мешает им вести богемный образ жизни. На самом деле, он знал, что дочь не от него. Он пригрозил жене тем, что больше не будет снимать её в кино. И Юлия сдалась. Потом Юлия осознала свою ошибку и хотела вернуть дочь. Но директор детского дома сказал, что Марину уже забрала другая семья. Юлия не знала, что это была ложь, оплаченная Пахомовым. И что всё это время Марина жила в детском доме. Юлия не простила Пахомову разлуки с дочерью. Они развелись. Какое-то время актриса пыталась искать ребёнка, но ничего не вышло. В своём завещании она оставила всё своё имущество тому детскому дому, куда сдала Марину. Знаете, я всё это заслужила. Но я бесконечно благодарна судьбе за то, что она дала мне шанс снова увидеть свою дочь. Пусть даже она ненавидела меня, но я рада, что могу просто посмотреть на неё. Пахомов совершил самый низкий для человека поступок, разлучил мать и ребёнка. Но я не буду мстить ему. Лучше я направлю всю свою энергию на то, чтобы помириться и сблизиться с Мариной. Хватит жить прошлым. Через несколько месяцев после окончания этого необычного дела со счастливой развязкой, детектив был рад встрече с Юлией Владимировной и Мариной. Они зашли к детективу, чтобы пригласить его на премьеру их совместного спектакля. Отношения Марины с матерью стали налаживаться. А вот с Костей они расстались. Она не простила ему то, что он шантажировал Пахомова, чтобы получить крупную сумму денег. Марина не жалела об их отношениях. Главное, что она обрела мать. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова